Гордон Мюррей, изобретатель оригинального McLaren F1, 27 января представил суперкар, созданный по мотивам не только самого F1, но и наиболее знаковых моделей 60-х. Автомобиль примечателен и дизайном, и технической начинкой. Модель Т-33 представляет собой двухместное среднемоторное купе. Это уже второй автомобиль компании Гордон Мюррей Отто Моутев за два года. В 2020 Мюррей показал Т-50. Как и в первом суперкаре, здесь используется монокок из углеродного волокна с карбоновыми панелями. Новинка чуть крупнее, длина кузова – 4398 мм против 4349 мм и тяжелее – 1090 кг против 980 кг. Визуально Т-33 выполнен в духе суперкаров старой школы. В кузове присутствуют только плавные изгибы, нет массы подшамповок и показной агрессивности в линиях. Гордон Мюррей хотел создать автомобиль с простым и лаконичным дизайном, который будет вне времени. «Все, что вы видите, имеет функцию, нет ничего лишнего. Это красота простоты», – заявил британец. В отличие от Т-50, где применялась компоновка салона в стиле McLaren F1, водительское кресло установлено по центру. Два пассажирских, чуть позади по бокам, для Т-33 выбрали более привычное расположение сидений водителя и единственного пассажира, в ряд. Двигатель перекочевал из первой модели во вторую почти без изменений. Это по-прежнему атмосферный 3,9-литровый V12C SWORD, но его перенастроили. Максимальные обороты сократили с 12,100 до 11,100 в минуту, что все еще невероятно много для дорожного автомобиля. Мощность снизили с 663 до 615 литров. А вот крутящий момент остался прежним – 451 нм. ГМА утверждает, что 75% тяги доступны уже при 2500 оборотов в минуту. На автомобиле применяется шестиступенчатая механика X-TRAC. В качестве опции предлагается роботизированная трансмиссия Instantaneous JarChange System с подрулевыми переключателями. Купе Абута в 19-дюймовые покрышки Michelin Pilot Sport 4 спереди и 20-дюймовые сзади. Мюррей не боится сравнивать свое новое детище с легендарным McLaren F1 – двигатель лучше, коробка лучше. Он легче и имеет немного лучшее соотношение мощности и веса. Сборка и качество намного лучше. Производитель не опубликовал характеристики разгона и максимальной скорости. У создателя на это своя точка зрения, меня действительно не волнует, разгоняется ли автомобиль до 100 км в час за 2,9 или 3,1 секунды. Достигает ли он скорости 338 или 346 км в час, нашим покупателям тоже все равно. Мы не гонимся за продажами и никогда не будем. Красота простоты – ключ к нашим автомобилям. В МАТИ-33 будет выпущен тиражом всего 100 экземпляров. Цена в Великобритании – 1,37 млн фунтов, равно 142,7 млн рублей, что почти вдвое меньше, чем просят за ТИ-50. Старт поставок клиентам намечен на 2024 год.